Здравствуйте мальчики и девочки Сегодня я вам хочу рассказать об одном из сборных артефактов Это доспехи проклятого Всего существует 12 артефактов сборных Насколько я знаю В новых аддонах там еще прибавили артефактов А в классических героях третьих существует их 12 Ну если кто-то знает еще, расскажите мне Я вам хочу рассказать обо всех этих артефактах Но по мере того, как они у меня будут появляться в игре Чтобы воочию их продемонстрировать Как они выглядят, как они действуют и что они из себя представляют Первый артефакт, который мне попался Это как раз доспехи проклятого Состоит он из 4 артефактов Как и все остальные артефакты Сборные, что говорит в названии уже Они состоят из нескольких артефактов От 2 начиная И до вот занимают все вот эти клеточки Соответственно 9 артефактов Доспехи проклятого состоят из 4 артефактов Итак, это уберу я Потому что они у нас мешают При нажатии это щит тоскующих мертвецов Он повышает защиту на 3 балла Это блэк шард мертвого рыцаря Он повышает атаку на 3 балла И это шлем череп Который повышает знания на 2 балла А также ребра Которые повышают силу магии на 2 балла Соответственно, когда у вас появляются Все эти 4 артефакта Вы их собираете вместе То есть ставите на положенные места То есть в данном случае Как бы вы их поставили на места И не появилась табличка Что у вас есть артефакт сборный На один как раз из этих артефактов То есть на любой из них Вы нажимаете правой кнопкой И появляется у вас вот такая вот табличка Хотите ли вы собрать артефакт Доспехи проклятого Естественно, вы его собрать хотите Потому что это шикарный артефакт Один из моих Ну, любимых, нелюбимых Ну, которые мне очень нравятся артефакты При этом свойства тех артефактов Из которых он состоит Не теряют своего значения То есть они так и продолжают действовать То есть дают защиту, нападение соответственно Вот, и знания, и прочее И как всегда хочу вас пригласить на сайт Heroysportal.net Заходите, общайтесь Узнавайте много-много всякой разной информации О наших любимых героях Меча и магии Также участвуйте в турнирах Общайтесь в форуме Скачивайте огромное количество карт Получайте удовольствие Итак, артефакт проклятого Наносит в бою Сразу при первом же ходе На всех ваших врагов Наносит такие четыре заклинания Которые ослабляют полностью армию Вашего противника Это заклинания Замедление Проклятие Слабость И неудачу Армия становится сразу Очень слабой И медлительной И вы с ней, естественно Справляетесь намного быстрее И эффективнее Еще один такой Есть вспомогательный Как бы артефакт Для него Для доспехов проклятого Это медаль уязвимости Медаль уязвимости Ну вот прочитать Да Она нейтрализует Естественность Спротивления магии Всех существ На поле боя Во время сражения То есть Элементали Многие Да Да Почти все Элементали Драконы Всякие там Прочие Единороги И т.д. и т.п. Гномы Там еще Не знаю То есть Огромное количество Есть Юнитов В которых Есть сопротивление К магии Соответственно Некоторые заклинания То есть Все Которые накладывают Эти доспехи проклятого Могут не подействовать На каких-то юнитов И если у вас есть Вот этот прекрасный Артефакт Еще медаль уязвимости Который вот мне Сейчас тоже здесь Достался К счастью То Соответственно Вот эти вот Проклятия Будут действовать На всех Абсолютно Юнитов Во вражеской армии И таким образом Вы становитесь Просто Ну Королем В битвах Против нейтралов Объясню Почему Против нейтралов Вы король А не Против всех Ну потому что У нейтралов Просто нету Магии Чтобы применить Какие-то Антимагические действия Да Антимагические Заклинания У них их просто Нету И поэтому Нападая на любые Нейтральные армии Вы Становитесь Ну Королем Битвы Я вам это могу Продемонстрировать Посоветовать Да Посмотреть Битву Где у меня там Битва За миллион Как раз Где я С небольшой Вот этой Как раз Группой 430 Королей Циклопов Выступают у меня Против 500 Золотых драконов И 18 Тысяч Гномов И при помощи Вот этих двух Артефактов Я выигрываю Эту битву Без Потерь А в данном Примере Я вам могу Продемонстрировать Как нападаю На Вот этого Как раз На Бибхалу На эту самую Партизанку Которая засела У меня здесь На карте Вот И как Как раз Действует Вот этот Вот самый Артефакт То есть Нападаем На нее Да И вот эти Два Артефакта Соответственно Приводятся В действие Ну Это Она Выставляет Навык У нее По В начале Битвы Да Она Выставляет Войска Ходит И теперь Да Башни Тоже Стрелять Первым И вот Как раз Происходит Действие Вот этого Самого Артефакта Доспехи Проклятого На всех Сразу Без исключения Юнитов Дальше Я продолжаю Битву И далее Вы можете Наложить Например Слепоту Там И еще Прочее 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 На Всю эту Армию И битва Короче Выиграна Сейчас Я вам Продемонстрирую Поставлю Просто Автоматической Да Быструю Битву Загружать Вон Долгим Процессом Вот Этого Как раз Битвы Вот Пожалуйста Мы ее Выигрываем Вот Эту Битву Мы Выигрываем Соответственно Если Я сейчас Уберу Один Из Этих Артефактов Ну Здесь Да Как я Уже Сказал Здесь Действие Производит Не только Доспехи Проклятого Но и Как раз Этой Медаль Уязвимости То есть Убираю Медаль Уязвимости Нападаю И Производится На всех Сразу Юнитов Да Хотите Сказать Что С Медалью Уязвимости Мы Выиграем Будете Тоже Не Правы То есть Сейчас Я вам Продемонстрирую Как мы Убираем Доспехи Проклятого Например И Пытаюсь Я Опять Напасть Упс И Опять Мы Проигрываем То есть Вот Это Вот Сочетание Двух Этих Прекрасных Артефактов Дает Нам Потрясающее Преимущество В данной Битве Вот Ну Против Нейтралов Как я Скал Там Бесспорное Просто Преимущество Против Нак Можете Посмотреть Как я Там Бился Против Двух С Повем Тысяч Нак Тоже С Данной Армии Даже С Меньше Еще Армии Еще Преимущество У Данного Артефактов Причем Заклинания Эти Производятся Эксперта Независимо От Уровня Вашей Магии То есть Если у вас Уровень Зимагии Земли Огня Воды На уровне Эксперта Или нет У вас Этого Уровня Все равно Заклинания Это Производится Соответственно На уровне Эксперта Ну Насколько Вы сами Поняли Потому что Например Только Замедление На все Армии Производится Только На уровне Эксперта Ну Есть Правда Еще Такой Нюанс Почему Я сказал Что Вы Становитесь Королями Против Нейтралов Но Против Например Остальные Героев Вы Можете И Проиграть Имея Данный Прекрасный Артефакт Я Вам Сейчас Объясню Почему Предположим Что На меня Воздействовали Этим Артефактом Доспехи Проклятого На меня Воздействовал Противник И Есть Такие Прекрасные Три Заклинания Ну Не знаю Может быть Еще Какие-то Вы можете Предложить Ну Понятно Защита От огня Там Воздуха Земли Она Не настолько Действенна Будет Только Частично Как бы Поможет Вам Но Есть Прекрасные Заклинания Например Заклинания Антимагия Антимагия Которые Можно Наложить На Любое Существо Которое Которое Предли Соответственно Вот Этим Проклятием Защита Доспехи Проклятого Можете Наложить Антимагию И Все И Это Существо Будет Освобождено От Воздействия Этих Заклинаний И На Него Больше Вообще Ничего Не Могут Наложить Соответственно Но Правда Все Остальные Существа Будут Продолжать На них Действовать Это Заклинания Все Эти Проклятые И Соответственно Армию Вы можете Запустить Свою На Того Самого Юнита На Которого Наложили Антимагию И Таким Образом Все Равно Можете Побить Армию Противника При помощи Артефакта Доспехи Проклятого Но Есть Еще Два Эффективных Очень Заклинания Вот Которые Как раз Полностью Распехов Проклятого Но Для Этого Надо Быть Экспертом Магии Воды Чтобы Наложить Соответственно Это Заклинание Сразу На Всех Своих Юнитов То Есть Вот Выбирайте Стоит Ли Выбирать Магию Воды Или Какие То Другие Навыки То Есть Например Заклинание Лечение Снимает Все Отрицательные Эффекты Заклинаний И Восстанавливает Несколько Баллов Повреждений То Есть Все Отрицательные Вот Эти Как раз Заклинания Которые Наложатся На Вашу Армию Со Всей Ваш Армии Будут Сняты И Соответственно Заспехи Проклятого Будут Обнулены И Еще Есть Такое Прекрасное Как Снятие Заклинаний Которые При Уровне Эксперта Магии Воды Тоже Действует На Всех Подразделений Причем Даже Не Только Ваших Но И Соперника То Снимает Все Вообще Заклинания Со Всех Существ Вот Я Вам Сейчас Продемонстрирую Вообще Со Всех Освобождает И Таким Образом Опять Аннулируется Вот Эти Вот Воздействие Доспехов Проклято Поэтому Ребята Когда Вы Будете Наступать Соответственно На Противников А не На Нейтралов Вы Уже Думайте Выбирайте То Стоит Ли Вам На Них Нападать Или Не Стоит То Здесь Я Так Понял У Мипхалы Нет Знания Магии Воды Уровня Эксперта Поэтому Она Не Могла Применить Но Например Если Будете Нападать На Магов То Уже Подумайте Может Быть Они Есть Там Вот То Тут Вы Придется Выбирать Ну Соответственно Если Вы Играйте Не Онлайн А Офлайн Вы Можете Попробовать Потом Перезагрузиться И Уже То Если Воздействует На Вас Антимагии На Ваши Доспехи Проклятого Соперник Вы Можете Подумать Использовать Не Использовать Его И Как Действовать Дальше Ну Вот Вроде И Все Что Я Хотел Рассказать Про Этот Самый Прекрасный Сборный Артефакт Доспехи Проклятого Всю Информацию Я Будет Интересовать Задавайте Вопросы Про все Остальные Артефакты Сборной Я Буду Рассказывать По мере Того Как Они Будут Попадаться В Игре И Приглашаю Вас На Сайт Heroisportal.net Заходите Общайтесь Узнавайте Много Много Всякой Информации По Нашим Любимым Героям Меча И Маги Также Участвуйте В Турнирах Общайтесь В Форуме И Скачивайте Огромное Количество Карт И Прошу Вас Подписывайтесь На мой Канал Очень Важно Это Для Его Продвижения И Развития До Новых Встреч Пока Пока Встреча Продолжение следует...